Всем привет! Я сегодня хочу показать обзор одной вещи. Надеюсь, она вам будет полезна, потому что знаю, что многие, как и я, её ищут. Это двухспальная надувная кровать. Вот я забрала её с почты. Вот такая вот коробка. Здесь 9,05 килограмм, тяжёлая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие перегородки там внутри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пока нормальное ощущение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Если встать, я надеюсь, ничего не будет. Всё нормально. Но принять мы не будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спать было комфортно. Достаточно упругое, но и мягкое. Ещё я подложила пледик вот такой вот. И под низ подложили вот такой вот плед. Вот. Вот такая вот кроватка. Ну что, расскажу немножко после ночи сна на этой кровати. Это я её так застелила красиво. В принципе, вот она такая упругая, классная. Не отличить от обычного матраса. Разве что, если он чуть-чуть подздуд. Он такой, знаете, немножко мягенький. Мне понравилось. Во всяком случае, достойная альтернатива за бюджетные деньги, скажем так. Вот я её вот так вот накрыла. Вот она кроватка. Единственное, что когда сидишь на вот этом борту, он мягкий, вот этот борт. Поэтому вот так вот сидеть удобнее. Кровать эту нельзя перекачивать. Я сейчас покажу инструкцию и как ней пользоваться. Там есть нюансы. Кстати, говорили, что вот этой бархатной стороной, вот этой, можно положить вниз. И типа, будет лучше защита, потому что она толще. Но на самом деле производитель пишет, что эта часть тоньше. И ни в коем случае переворачивать матрас не надо. Поэтому я считаю, что не надо слушать всё, что говорят в интернете. За ночь она, кровать не сдулась. Хотя я переживала, что она может сдуться. Либо же что-то с ней случится, её нельзя вернуть. Но такого не случилось пока что. Всё нормально. Потому что я пересмотрела много отзывов, всяких обзоров, пока я вместе выбирала эту модель. И именно на вот эту модель были классные обзоры. Вот эта латка. Вот так вот она выглядит. Это латка, в общем, для заклеивания дырочек. Дальше идёт инструкция, как здесь всё устроено. Сейчас я найду на русском языке и покажу. Вот раздел на русском языке. Можете поставить на паузу и прочесть всё внимательно. Вот, смотрите. Кнопочки. Включить-выключить и вверх-вниз. Вверх надувать, вниз сдувать. Следующая страничка. Кому интересно, поставите на паузу, почитайте. Что самое важное, здесь электрический насос. Поэтому на воде не нужно на нём плавать, чтобы насос не испортился. Напомню, что в комплекте ещё шла сумка. Ещё вот такая вот гарантия. На самом деле гарантия действует год, но магазин гарантию не даёт. Потому что эти изделия объясняют, что их испытывают на заводе, и они надёжные. Вот она сумка. Ткань. Вот такая вот она. Немножечко в рубчик. Как для мебели. Такая мебельная ткань, как обивка из мебели. Вот. Сверху она затягивается на кулиску. Ручки. Ну и в принципе вы можете сложить эту кровать. Смотрите. Вот эту кровать. Можно сложить в эту сумку и пойти с ней куда хотите жить. Пишите ваши вопросы. На всё ответим. Хорошего дня. Ребят, всем привет. Вот прошёл месяц, как мы пользуемся вот этой кроваткой нашей надувной. Она уже стала держать форму. Первые буквально там 3-4 дня нужно было подкачивать, потому что ткани растягиваются, как написано. Но сейчас всё в порядке. Мы её даже не подкачиваем. Выглядит она вот так вот. Вот. Спать удобно. Я здесь делаю такую подкладочку, потому что ещё не приобрела на матрасник. Кровать проверили. Можно приобретать и на матрасник также. Если не видеть насос вот этот, то в принципе она смотрится как обычная кровать. Спать удобно. Рекомендую. Если у вас съёмное жильё, если вы ещё не уверены в выборе какой-то постели постоянной, потому что постоянная постель дорогостоящая, рекомендую вот такую вот. Мы её купили за 2300 гривен. Вот так выглядит матрас после года использования. Я сейчас меняю постельное бельё и решила показать вам, как он выглядит после года, как мы его купили. В принципе, он после того, как разровнялся, больше не сдувается. Сейчас весна, матрас нормально имеет форму, держит. Если будет лето и воздух, естественно, расширится, нужно будет немножко его спустить, чтобы матрас не был полностью надут. Вот так вот он выглядит. Смотрите покрытие. Покрытие осталось всё в порядке с ним. Оно не затёрто. У меня сверху лежит на матрасник, поэтому выглядит очень хорошо. Вот электрический насос. Подкачивали всего 2-3 раза после того, как купили в течение месяца. Далее в течение года не подкачивали матрас. Вот так вот выглядит наш матрас в собранном виде. Вот, видите, он упругий. Такой вот хороший матрасик. Я могу смело его рекомендовать. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот этот борт, как я говорила, он изначально чуть-чуть мягкий, а вот здесь вот уже упругая часть. Вот такой матрас, друзья. Смело могу его рекомендовать после года использования. Мы довольны. Спишь, как на обычной кровати. Качество хорошее. Фирма Intex. Так что выбирайте подходящую цену в интернете и заказывайте. Это рекомендация и эксперимент в течение года. Прошёл год, друзья. Вот такой вот результат. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будем и дальше делиться с вами полезной информацией.